Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вас приветствую на своем канале P.I.T. Листов, где я провожу обзор различных фильмов, которые вышли недавно, являются новинками кинематографа, или которые вышли достаточно давно. Вот и сегодня я вам хочу рассказать о фильме, который вышел в 1998 году и носит такое громкое звучное название «Идеальное убийство». Фильм был выпущен в Соединенных Штатах Америки. Режиссером его являлся Эндрю Дэвис. Жанр фильма можно характеризовать как криминальная драма. Для любителей каких-то психологических, сложных фильмов с криминальным оттенком, можно обозначить как детективы, это вот именно ваш фильм. То есть он для вас, я думаю, подойдет, он вам очень понравится, вам будет что посмотреть, насладиться какой-то интригой. Он для вас будет очень интересен. Коротко вам расскажу о тех людях, которые снимались в этом фильме, и о сюжете самого фильма. В главных ролях снялся неподражаемый Майкл Дуглас. Он сыграл Стивена, главного героя фильма. Гвинет Пэлтроу сыграла Эмили, супругу нашего Стивена. И Виго Мартинсон сыграл Дэвида, это был любовник Эмили. Если очень коротко рассказать вам сюжет данного фильма, вы будете просто шокированы, я думаю. Сейчас присядьте. Сюжет такой. Значит, показана семейная пара, очень богатая, которая очень красиво живет, с большой разницей в возрасте. Что имеется в виду? Что Эмили, главной героине, ей лет двадцать, а нашему главному герою Стивену, ее мужу, ему где-то в районе пятидесяти. То есть у них разница в возрасте порядка тридцати лет. Вот наша главная героиня, она изменяет своему мужу с молодым любовником Дэвидом. И суть самого сюжета заключается в том, что главный герой об этом узнает и предлагает любовнику своей жены убить свою жену. Вот такая вот история. И, в общем-то, самое страшное в ней заключается в том, что и циничное, и криминальное, и так далее, что Дэвид с удовольствием соглашается всего за полмиллиона долларов. Он говорит, что да, конечно, какие вопросы, я ликвидирую свою любовницу за вот эти деньги. Ну, он часть какую-то сумму отдает, он сразу часть какую-то обещает отдать потом, после выполнения вот этого заказа. Вот в этом заключается вся сюжетная линия данного фильма, криминальная. Там еще есть один подтекст, подтекст такой, он может его назвать психологическим, можно назвать финансовым или реальным, точнее. Затем заключается он в следующем, что сама главная героиня, вот эта Эмили молодая, она, в общем, очень богатая женщина. И в случае, если она погибает, то нашему герою достается все ее состояние. А он в этот период времени находится в финансовом кризисе, несмотря на то, что он хорошо зарабатывает, работает, в общем-то, там у него благосостояние определенное есть, он банковской инвестиционной деятельностью занимается. Вот такой вот фильм, так что не рекомендую вам его для семейного просмотра, но он достаточно популярен был в свое время, у него был большой кассовый сбор, и, в общем-то, он имел большой резонанс в обществе, скажем так, выражаясь современным языком. Так что смотрите фильм «Идеальное убийство», не забудьте подписаться на мой канал и смотрите мои дальнейшие обзоры различных фильмов. До свидания.